ДЖАЗ 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 Время проведения фестиваля. Не думали ли поменять его формат, чтобы музыка была более доступна для всех желающих послушать? Не знаю, под открытым небом. Были раньше концерты в парках? Вот, говорят, в Питере подобные до сих пор проводят. Выйти на улицу с джазом. Года три, наверное, четыре назад джаз-арт-бенд как раз работал в парке «Солнечный ветер» каждую субботу, по-моему. Да, было такое. Солнечный джаз так назывался. Да, народ собирался, народ приходил, но как-то, вы знаете, как-то это не прижилось. Кто, как правило, среди зрителей? Наверняка молодежи не очень много. Нет, наоборот. Ведь любят миксы компьютерные и все такое. Молодежь пошла. Да вы что? Да, молодежь пошла, и это радует, это вселяет какие-то радужные перспективы на этот счет. Почему? Потому что это говорит о том, что не только попса интересна людям, да, не только вот ритмы дискотечные вот в клубах, да, а ребят интересует хорошая, красивая, интересная музыка. Давайте финальный вопрос. Давайте. Вас-то лично какая музыка интересует? Мы каждый год, а то и по два раза в год общаемся о джазовом фестивале, а вы, быть может, вообще поклонник шансона, извините. Хотя мне шансон нравится. Замечательно, да. Ну, конечно, это было, допустим, соотнести джаз там и классику, но еще как-то, а джаз, шансон, ну это да. Нет, ну, безусловно, на первом месте стоит джаз. Безусловно. Я вырос на рэктаймах, вырос на дикселендах, и потом дальше, 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 дальше это пошло. Вот теперь вот уже, так сказать, то, чем я занимаюсь. А если говорить о другой музыке, хотя, слушайте, наверное, все-таки под определенное настроение шансон пойдет. Шансон пойдет. А так, конечно, классика. Не очень серьезная, легкая. Вальсы люблю. Исполнение симфонических оркестров. Это с удовольствием слушаю. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Юрий Лейбман, председатель оргкомитета джазового фестиваля, который состоится уже 31 мая.